Мужчины, причастные к вооруженному налету на инкассаторов Почты России, задержаны. Оказалось, преступление было совершено организованной группой лиц, и задержанные бандиты причастны к серии подобных ограблений. Трех разбойников удалось задержать не сразу. Ими в течение нескольких лет совершены ряд разбойных нападений в составе устойчивой организованной группы. В настоящее время ее участники арестованы, находятся под стражей, ведется расследование, уголовное дело. Напомним, дерзкое нападение произошло по проспекту Победы 319А. К почтовому отделению подъехала машина инкассаторов. Старший наряда взял сумку с деньгами и направился к двери. Двое мужчин, которые стояли у входа, вдруг достали оружие и открыли огонь по инкассатору. Раненый он выронил сумку с деньгами, которую злоумышленники схватили и разбежались в разные стороны. Предварительно установлено, что двое неизвестных в масках и темной одежде, вооруженные пистолетом и обрезом, причинив одному из инкассаторов четыре огнестрельных ранения конечностей, похитили сумку, в которой находились деньги в сумме 1 миллиона 600 тысяч рублей. 26-летний Никита Воронков был задержан практически сразу и помещен в СИЗО. Позже удалось установить 35-летнего организатора группы. Его тоже поймали. А последний 25-летний активный участник банды скрывался в Волгограде. Последний, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, был задержан 23 февраля коллегами из Волгоградской области. При задержании у него были обнаружены два охотничьих ружья. Служители закона предполагают, преступная троица может быть причастна к восьми подобным преступлениям. Почты России в Челябинской области криминальное трио грабило с 2012 года.